Привет, друзья! Предлагаю сегодня продолжить тему таймлапсов, но на этот раз уже камерами Canon с прошивкой Magic Lantern. Поехали! А мы уже привыкли, что альтернативная прошивка предоставляет как фотографам, так и видеографам массу любопытных возможностей для съемки. Ну и для любителей таймлапсов у нее, конечно же, тоже есть пара интересных инструментов. Уточню, что я снимаю на камеру Canon 7D и буду рассказывать о своем опыте на примере именно этой камеры. Я пользуюсь двумя способами съемки таймлапсов с прошивкой Magic Lantern и сегодня я расскажу об одном из них. Первый способ я называю облегченной версией таймлапса, так как это просто частный случай обычной видеосъемки, но с принудительно уменьшенной частотой кадров при помощи функции FPS Override, Frames Per Second Override, что позволяет получить в итоге 50-кратный прирост скорости протекания событий, чего вполне достаточно для определенных сюжетов, я считаю. Второй же способ это уже полноценный таймлапс по всем правилам в режиме фото с использованием встроенного в прошивку интервалометра и модуля тихой съемки, что позволяет снимать в полном разрешении матрицы с широким диапазоном настроек и дает неограниченные возможности, при этом не амортизируя механический затвор камеры. О нем мы поговорим в следующем видео. Прежде всего, преимущество первого облегченного способа. В чем они? В том, что, во-первых, этот способ позволяет с минимальными настройками переключиться со съемки обычного видео на съемку таймлапса и назад, что очень удобно и быстро, ведь многие люди не случайно берут для таймлапсов с собой даже отдельную камеру, ибо процессы довольно сильно отличаются от обычной видеосъемки. Оговорюсь, что когда я говорю о съемке обычного видео, я имею в виду обычное Magic Lantern RAW видео 14 бит, а не что-то иное. Во-вторых, в результате такой съемки мы получаем стандартный MLV файл относительно компактного размера, который мы можем обработать в любой программе-конвертере, и процесс обработки ничем не отличается от обычного видеофайла, кроме повышенной скорости протекания событий. С другой стороны, есть и недостатки. Во-первых, мы сильно ограничены в выборе настроек таймлапса. Мы не можем варьировать выдержкой и интервалом съемки в широких пределах. Так, выдержка с учетом того, что мы снимаем таймлапс в видеорежиме, у нас ограничена примерно 1,3 секунды, а частота кадров может быть, скажем, 2 кадра в секунду, 1 кадр в секунду, 0,5 кадров в секунду, то есть 1 кадр в 2 секунды. А все, что реже, на моей камере 7D уже работает некорректно, так что особо не разгуляешься. Во-вторых, и детализация ролика на выходе, увы, не слишком высока по меркам таймлапса. К примеру, если мы снимаем в режиме считывания с полной матрицы, то на моей камере разрешение ролика не дотягивает даже до Full HD и составляет 1728 на 972 точки. Но если переключиться на съемку в режиме кропа, то можно получить до 2,5к, что уже гораздо интересней. Но за такую детализацию мы расплачиваемся суровым кропом 3.36, что превращает мой суперширик Sigma 8-16 мм в банальный китовый зум, начинающийся с 28 мм примерно. Однако, если вас не испугали эти ограничения, то давайте посмотрим на практике, что и как нужно настроить для непосредственной съемки этим упрощенным способом с принудительным урежением частоты кадров посредством функции FPS Override. Итак, переводим переключатель Live View в режим видео, заходим в меню прошивки Magic Lantern, переходим во вкладку видео и решаем для себя первым делом, хотим ли мы таймлапс в режиме считывания с полной матрицы, в моем случае с разрешением 1728 на 972, или же я все-таки рекомендую снимать в режиме кропа с разрешением 2,5к. Для этого временно выходим из меню Magic Lantern, переводим камеру в режим пятикратного приближения, заодно фокусируемся на нашем пейзаже вручную или с помощью автофокуса, в этом режиме это гораздо удобней, после чего отключаем автофокус на объективе или просто больше не трогаем его вообще до конца съемки. Затем снова заходим в меню Magic Lantern и выставляем максимальное возможное разрешение видео для режима кропа, которое доступно на вашей камере. У меня на 7D это 2496 на 1200, при соотношении сторон примерно 2 к 1, и все это при кропе 3.36. Далее временно покидаем меню Magic Lantern и выстраиваем нашу композицию будущего таймлапса. Если ранее мы оставили в меню режим превью авто, то сейчас на дисплее в этом режиме мы имеем правильное отображение поля зрения с учетом кропа 3.36 и можем корректно скомпоновать кадр. Сейчас также важно настроить экспозицию. Это можно сделать за счет настройки переменного ND-фильтра или прикрывая диафрагму до нужного значения, согласуясь с данными RAW-зебры. Если кто не знает, что за зебра, это индикация пересвеченных или недодержанных областей кадра. Они подсвечиваются определенным цветом или белым цветом на темном фоне. То есть нам надо добиться отсутствия подсвеченных зеброй областей, тогда экспозиция правильная. И эта зебра включается на соответствующей вкладке меню Magic Lantern. Я рекомендую именно RAW-зебру, она наиболее точна и у меня она всегда включена. Фокус мы навели и зафиксировали ранее. Композицию выстроили, экспозицию настроили. Можно снимать? Нет, пока нет. Зайдем снова в меню Magic Lantern и теперь наконец активируем функцию FPS Override, то есть принудительное урежение частоты кадров видео для создания эффекта таймлапса. Я обычно пользуюсь значением 1 кадр в секунду или 0,5 кадров в секунду, иногда 2 кадра в секунду, как получится, как мне удобно. Ибо более редкие значения FPS у меня на камере не работают корректно. Возвращаемся в режим Live View и видим, что наша картинка замерла и ее обновление теперь происходит крайне медленно. Что неудивительно, это теперь происходит 1 раз в 2 секунды, а не 25 раз в секунду, как обычно при живом превью. Именно поэтому мы все настройки сделали заранее и теперь уже можно ничего не трогать. Ничего, кроме экспозиции. Как видим, она изменилась и все стало заметно ярче и даже сильно пересвечено. Это говорит о том, что все-таки на самом деле выдержка не зафиксирована на значении 1,3 секунды, как показывает нам камера, а меняется в зависимости от выставленной частоты кадров при помощи параметра FPS Override. Чем реже мы ставим FPS, тем сильнее у нас пересвет, значит выдержка становится длиннее. Это надо учитывать, но нам это даже на пользу, ибо передача движения в кадре будет выглядеть более естественно за счет большего смаза, или как говорят англоязычные Motion Blur. Но с пересветом надо что-то делать, и нам придется еще раз подкрутить ND-фильтр или прикрыть еще немного диафрагму на объективе. Если надоедает ждать, пока картинка обновится, можно зайти в меню Magic Lantern, временно отключить FPS Override, подкрутить фильтр или диафрагму, потом снова включить FPS Override и добиться путем нескольких таких итераций, чтобы наконец отсутствовали какие-либо явления пересвета. Все, можно нажимать запись и процесс пошел. Если снимая в видеорежиме в разрешении 2,5К с обычной частотой кадров 24-25 кадров в секунду, мы сталкиваемся с непосильным для камеры и карты памяти потоком данных, что приводит к пропуску кадров и прерыванию записи буквально через несколько секунд, то в данном случае с принудительно заниженной в десятки раз частотой кадров, мы не имеем никаких проблем с потоком данных и можем снимать сколь угодно долго, пока камера не перегреется или нам самим не надоест. Результат получается в виде обычного MLV файла, который мы конвертируем в любой удобной нам программе, например MLV App, и получаем на выходе вполне неплохого качества таймлапс. На этом все на сегодня, продолжим разговор в следующей части, всем удачи и творческих успехов, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok